У тебя в детстве был какой-нибудь артист, в которого ты была влюблена? Единственная певица, в которую была влюблена, это Элла Фитцджеральдс. Как раз я ее услышала, когда мне было лет 9. Причем это был мой день рождения. Мама подарила мне кассету. Я была невероятно счастлива, потому что я очень много слышала об этой певице. И вот как раз-таки, наверное, с того момента я поняла, что я люблю джаз. Любую песню можно превратить в джаз? Для меня это очень серьезный вопрос. Мне кажется, не каждый, хотя попробовать можно, но насколько это получится объективно, гармонично, органично. Песен очень много хороших, но не все можно адаптировать. Поэтому это такой серьезный вопрос для восприятия музыкантов и зрителей. Поэтому не могу однозначно сказать. У тебя есть музыка, которую ты пишешь? А, есть. Есть. Но ее не так много. Но, в принципе, конечно, мне бы хотелось писать больше. Но, опять же, есть люди, которые много сочиняют. Например, у них большой багаж, но на сцену они выносят самое лучшее. У меня есть две песни, которые я написала. Я, конечно, очень люблю. И это вот джазовый вальс. И вот сейчас не так давно вторая песня тоже сочинилась. Вот. Но, конечно, для некомпозитора это все как-то вот вдохновение приходит. Ну, с другой стороны, можно сказать, что это и не штамповка какая-то. То есть это именно то, что родилось, а не ты выношиваешься. Ну, конечно, да. Просто у некоторых людей рождается много. И, скажем так, у них есть тетрадочка там. Они могут там вот это, тогда-то, тогда-то. А у меня вот, скажем так, вот если я что-то задумала, у меня долго-долго это все вынашивает и рождается, слава богу. Вот я радуюсь, потом может пройти два года, и я могу садиться, что-то пытаться и понимать, что, ну, не хватает чего-то, чтобы это родилось. Вот. Поэтому я все равно не отчаиваюсь, я очень радуюсь, потому что если что-то есть, это уже очень здорово, потому что могло и не быть. Ну, то есть это можно, в принципе, назвать авторской джазовой музыкой? Да, 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 да. Расскажи свой самый любимый анекдот. Тут я сдувать. Вот что касается анекдотов, это вообще просто я... Это как у моего мужа то же самое, когда он служил, ну, он, правда, в ЦИВО служил, он музыкант, джазовый пианист, композитор. И тоже у них там доходило до того, что если расскажешь мне что-то анекдот, я тебя отпущу в увольнение. Давай! И Леша! И ничего! Вот просто, и у меня то же самое. Нет комментариев, потому что касается анекдотов у меня как-то не сложилось. У тебя часто случаются веселые случаи? Ну, у меня не веселые именно случаи, у меня бывают какие-то, скажем так, внезапные. То есть у меня... и чаще всего они случались, когда я была маленькая, именно на конкурсах разных. Вот. Ну, в принципе, у меня бывало там, что я выхожу на стену, у меня была очень песня такая сложная про ангелов. И я помню, мне подходят к лиминации, и я, ааа, она не! И в этот момент все вырубается. То есть свет вырубается, все вырубается. И я как бы... и в тот момент я помню, что я не испугалась, я начала просто капельное петь. Вот. То есть такие моменты бывают, но я поняла, что они как бы делают тебя сильнее в этом плане. А таких, чтобы смешных, каких-то именно забавных, я сейчас не припомню. Ты вообще любишь день рождения? Ну, наверное, в детстве больше любила. Как-то... Сейчас, ну, нет такой эйфории, что ура, завтра день рождения! Я поражаюсь иногда девушке. Ну, спросишь просто, сколько лет. И у мужчин тоже. Начинают очень стесняться. Я, кажется, не понимаю почему. То есть, мне кажется, это наоборот. Если ты приходит, новый день рождения, слава богу, ты живой, все замечательно. Особенно, если у тебя есть что вспомнить, и есть еще впереди радостные события, то это, мне кажется, наоборот, очень классно. Так что я, в принципе, люблю день рождения.